Привет, YouTube! Если я выпустил это видео, значит мое последнее видео не залетело в рекомендации. И я просто устал от того, что я трачу на создание роликов уйму времени. А результат от этого это плюс-минус тысячи просмотров. Так что я решил записать подобного рода разговорное видео без монтажа с каким-то фоном, по типу, как какой-то дебич прыгает в Assassin's Creed Unity. Все потому, что мне сейчас стало реально плохо, как и всем остальным, которые, собственно, таким образом ролики и делают за один-два дня. Я даже текст заранее не записал, все это один большой экспромт. Если кто не знает, я уже довольно продолжительное время делаю обзоры на разного рода игры, и мне трудно ответить, насколько хорошо у меня это получается, ведь вот эта грань оценки своих видео, она максимально неуловима. Но, судя по комментариям и лайкам, выходит у меня вроде как не так уж и плохо. И так было не всегда. Поначалу, 4 года назад, я просто хотел стать как разного рода смешнявой, там, дядьки, делать, ну, там, знаете, крутяцкие обзоры, там, ну, чтобы там поутешить свое число и показать, что я тоже могу юмор и монтаж. Но все оказалось немножко сложнее, и я очень долго искал себя, копируя других популярных обзорщиков. Из-за чего сейчас, конечно же, я, как говорит молодежь, кринжую. Но вот где-то около двух лет назад у меня что-то начало получаться, и даже пошли какие-то просмотры от ютуба. И, чтобы понимали, я человек с шизой, потому что если я делаю ролик, то я должен сделать все так, как было задумано в моей голове. Поэтому я могу искать вставки по 4 часа, пересматривая, к примеру, парней из трейлер-парка, или подстраивать видеоряд таким образом, чтобы человек мог визуализировать то, о чем я говорю в данный момент. И такой производственный шизоцикл у меня начал занимать где-то месяц. После чего увеличился до двух из-за того, что хронометраж роликов, собственно, увеличился в два раза. А еще время цикла такое продолжительное из-за того, что у меня есть основная работка на заводике. Личная жизнь, ну и как бы прочие дела, которые есть у всех обычных людей. И, вы знаете, все это время я терпел, думая, что рано или поздно мои старания окупятся, и один из моих роликов залетит в рекомендации. Но спустя целых два года этого так и не произошло. И, наверное, уже не произойдет никогда. Все потому, что людям в наше время, казалось, не нужен монтаж, проработка сценария, шутки и все остальное. В наше время людям нужен контент подхрючево, по типу любой эсэ-пасты из интернета с гнусовым голосом в проперженный микрофон. Или клиповые видосы в шортсах. Есть еще, конечно, и третий вариант, лутать бабки, делая вообще непонятно, о чем ролик с максимальным количеством воды. А на превью тратить около минуты, тупо меняя текст в рамке, и народ это как бы схавает. Да так схавает, что даже начнет копировать этот стиль. И вот мы подошли к главной проблеме Ютуба. К рекомендациям. Вот тут я действительно не понимаю, как работает эта штука, ведь туда может взлететь ролик какого-нибудь Гоши Крымского, и за день прибавить ему столько подписоты. За что? Почему так нахуй? И что, действительно, если я сяду перед камерой и буду ныть про то, как игр спасают от одиночества без монтажа и заготовленного текста, всем это зайдет? Думаю, дело тут просто в том, что рекомендации Ютуба это та еще помойка, которая сама не понимает, что и когда надо кидать в рекомендации и кому. Все эти CTR, удержания и прочее, это все говнище, блядь. Для примера. У меня каждую неделю появляется в предложках шортс, как какая-то 40-летняя бабенция светит своим вареником, а потом начинает одеваться во что-то зеленое. Вот нахуя Ютуб мне это показывает? Чтобы что? А почему за этот голый вареник не банят на этой платформе, а наоборот продвигают? Зато на этом шорте уже больше 200 миллионов просмотров. Ну, ну это как бы просто пиздец, я действительно этого не понимаю. Также есть еще одна неприятная ситуация, из которой, как я уже понимаю, довольно сложно выбраться. Но что мне еще остается как бы делать? Сейчас я это постараюсь объяснить на своем примере с обзорами на Звездные Войны. Как-то давно я решил, что неплохо будет сделать то, что никто еще не делал в сегменте Ютуба. И запилить обзоры на все игры по вселенной, начиная с самых старых. И такая идея относительно неплохо сработала. Начали появляться какие-нибудь просмотры. И тут же я подумал, что вот она, слава, деньги и женщины. Но спустя год, отступив немного от темы Звездных Войн, я получил оплеуху. Ведь чтобы попросту окончательно не сойти с ума, играя в аналогичные игры по ЗВ, я решил сделать обзор на Макса Пэйна. И этот обзор не набрал ничего от слова совсем. И тогда я подумал еще, ну как бы с кем не бывает, сменил тему. Поэтому, наверное, Ютуб не понял, что произошло. И скорее всего, мое следующее видео по Макс Пэйну 2 зайдет получше. Но хуй в сраку. Обзор на второго Макс Пэйна дал абсолютно такие же результаты. После чего я вернулся к теме Звездных Войн, и просмотры ко мне тоже вернулись. Но прошел еще год, и игры по вселенной попросту закончились. И вот тут я решил, что тематика Хейла отлично впишется после ЗВ и будет в самый раз. Но, как видите, нет. Просмотров тупо нет. Ютуб их не дает. Потому что иди-ка ты нахуй, вот почему. И вот тут вы можете мне сказать, что, мол, сам виноват, что делал видосы по одной и той же теме. И возможно, чтобы теперь сместить акцент от ЗВ и Хейла, я должен снять еще пару видосов. Да, но, как по мне, тут есть один небольшой нюанс. А этот нюанс заключается в том, что я не выбрал легкий путь, как тот же Игорь Вихаряков. Который может позволить себе просто порычать и передануть на камеру. И не обозреватель нижних интернетов и биопроблем. Которые под фон какой-то хуйни записывают свой гундос и голос за пару часов и без монтажа заливают на Ютуб. Понимаете, я выбрал идею, думая, что она со временем окупится. Думая, что людям нужен контент, сделан не за два часа. Но, видимо, я ошибся и надо сменить формат и клепать ролик, как тот же Соник, каждую неделю. Ставя на фон скачанные футажи из интернета, путая падежи, потому что похуй. И ссать в уши любой инфой, даже не проверяя ее в той же Википедии. И все, что я могу сказать, это то, что мой подход оказался проигрышным в настоящих реалиях. И долгий производственный цикл надо менять на короткий, снимая говно. А итог этой пасты таков. Не совершайте моих ошибок, малые. Лучше будьте конъюнктурщиками, которые могут подстроиться под современный тренд. Ютубу могу сказать только спасибо. Такие алгоритмы нужно было еще постараться создать, чтобы наполнение вообще не играло роли. Как и время просмотра, которое вроде как растет, как и CTR, который на самом деле нахуй не нужен и все остальное. Здесь роляет только случай. Сегодня тебе повезло, а в остальные дни нет. Поэтому чем чаще ты снимаешь что-либо, тем вероятнее оно выстрелит. На этом, пожалуй, мой спич нужно заканчивать, потому что я уже достаточно разнервничался, записывая это видео. Потому что я понимаю, что придется переступить через себя, чтобы остаться на ютубе и не вещать в пустоту. Всем, как говорится, ироничного добра и позитива. Пока.